Детская поликлиника на авиастроителей 5 в новом городе заиграла новыми красками. Обновлять здравницу начали еще в 2017-м. Тогда и приняли решение не закрывать учреждение на капремонт, а выполнять работу поэтапно. Начали с оснащения кабинета в современном оборудовании. Появился аппарат УЗИ и лучевой диагностики. У офтальмолога также заработала новая рабочая лошадка. Сегодня сюда приходят дети на медосмотр и обследование. Машина позволяет на ранних этапах выявить отклонение от нормы. В 2017-2018 годах было приобретено оборудование офтальмологическое для кабинета офтальмолога, которое позволяет офтальмологу более качественно оказывать первичную медицинскую специализированную помощь, более надежно диагностировать заболевания, ну и своевременно выявлять и выписывать необходимые лечения. Пока на втором этаже нет отбоя от пациентов, на третьем почти завершен ремонт педиатрического отделения. Современное цветовое решение поможет нивелировать волнение малышей. Стены украшены наклейками героев из любимых мультфильмов. А скоротать минуты перед приемом можно в интерактивном детском уголке. Пока коридоры пустые, но в скором времени здесь появится удобная мебель, а кабинеты оснастят оборудованием. Тему качества медицинских услуг продолжили в общественной палате, где министр здравоохранения Виктор Мишарин подвел итоги работы за 2020 год. Что касается ремонтов оборудования автотранспорта, то в 2020 году в рамках национального проекта здравоохранения построено 6 фапов и один офис врачей общей практики на сумму 52 миллиона. Завершена разработка проектной документации на строительство детского инфекционного корпуса на 2,6 миллиардов рублей. На заседании огласили и планы на будущее. В 2021 году стоит задача отремонтировать детское поликлиническое отделение на проспекте генерала Тюленева, а также 8 городских и районных больниц. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Это лишь малая часть из намеченного плана. Это и укомплектование специалистами в сфере здравоохранения, и ремонт объектов социальной сферы, и программы по подготовке специалистов совместно с вузами, и поддержка специалистов, профильных специалистов, работающих в министерствах. Работа ведется по нацпроекту здравоохранения, инициированным президентом Российской Федерации. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Управда ТВ.